Субтитры делал DimaTorzok Человек, который читает карты, человек, который знает всевозможные штуки, которые помогают людям в тех ситуациях, когда уже ничто другое не помогает. Итак, Инесса, напоминаю нашим уважаемым вождяслушателям, что наша тема сегодняшнего эфира – карты Леннерман, и мы о них говорим. Итак, мы остановились на вопросе, вот Леннерман открыл свой салон, и что же дальше, какова история самих карт? Нет. Почему ее не устроили обычные карты, годальные? Ну, значит, наверное, на то время вот именно были эти карты, и они ей просто-напросто пошли. То есть она сама нарисовала эти картиночки, правильно я понимаю? Да, да, да. И присвоила им определенные значения. Вообще, в каком принципу работают карты Леннерман? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, как бы здесь ничего такого сложного нету. Они, в принципе, чем-то похожи, они как работают вот именно как годальные цыганские карты. Только единственное, что вот именно в этих картинках заключается не только как бы масти. Там еще имеются масти, имеются рисунки. Значит, масти тоже имеет свое значение, и рисунок тоже имеет свое значение. То есть в оккупности, получается, идет, как бы слаживается общая интерпретация. А вот еще вопрос. Чем опасны гадания? Вот я понимаю, в просмотре на ситуацию, например, клиенту задает вопрос, Инесса, вот ехать мне завтра там в Стокгольм или не ехать? И вы говорите, там, не садись в красную машину, потому что придет серенький волчок и укусит зубочок, например. А сядешь в зеленую машину, будет все хорошо. А вот если, например, предсказание судьбы, в чем отличие кардинальное? Если человек к вам приходит и говорит, предскажите мне судьбу, что у меня будет. То есть какой здесь минус возможен? Кроме того, что, возможно, скажем, ясновидящий, который делает этот расклад, может просто как бы закодировать человека, например, на неуспех или на неудачу, если выкинул что-то там карты, говоря, что это нехорошее. Что тут еще есть? Какая магическая подоплека этой ситуации? Ну, как бы, плюс в этих картах то, что здесь вот как независимо вот именно с картами Таро, да, они более так щадяще как бы видятся в этих картах ситуации, да. Если вдруг ложится смерть или ложится какой-то очень сильный негативчик, то есть его еще можно как-то сгладить. То есть в оккупности вот именно как бы со сложением карт и можно как-то человека уберечь, то есть предупредить. Если мы видим вот эту ситуацию, мы конкретно говорим, что вы знаете, что вы, то есть как бы, вот вы, к примеру, выйдете там на дорогу и может, как говорится, навстречу быть машина, да, ехать. То есть будет нехорошая ситуация. Значит, вы просто в тот момент не идите туда, потому что, ну, то есть как бы, вот именно как бы ограждаем от этой ситуации. Поэтому здесь конкретно можно как-то еще перенаправить человека или остановить. Ну, в гадании, когда мы гадаем, мы тоже человека предупреждаем, мы ему говорим, слушай, вот у тебя здесь есть проблема, и он решит, да, то есть у тебя вот такое выпало, такое, и это может быть проблема, измени это, то есть или будь более осторожен. Чем же тогда, в чем же разница? Разница большая. Есть конкретно видно, что проблема кармическая и, как бы, смерть неизбежна. Вот этого вот самое страшное, когда мы делаем интерпретацию, мы это видим. То есть если просто она такая случайная смерть, она случайная смерть, мы ее предупреждаем. Ее остановить можно. Но когда идет вот именно, как бы, отработка кармическая, и человеку уже, как бы, судьба заканчивается, вот это мы не вправе, как бы, договоримся. Понятно. Ну что ж, я предлагаю эксперимент. Я вот, как бы, как человек, достаточно, я считаю, посвященный в некоторые духовные тайны этой и не только этой цивилизации, возьму на себя риск и с удовольствием приму от вас гадания. Давайте посмотрим, что и как у меня вот в прямом эфире, чтобы наши уважаемые радиослушатели видели, как это все работает по-настоящему. Я не боюсь. Хорошо. Что, какой расклад вы делаете? Выбирайте сами. То есть что будет, что будет. Меня интересует только будущее. Прошлое свое я и так знаю. В настоящем уверен. А вот будущее, такой смен. Давай. Какие перипетии судьбы меня ждут? Сколько я проживу? То есть такие интересные... То есть мне интересен расклад на судьбу, если так можно сказать. Давайте посмотрим, что меня ждет. Значит, что я вам хочу сказать, Эземир, вы довольно-таки очень счастливый мальчик, очень счастливый, то есть как бы и очень фартовый мальчик. Но, в принципе, деньги по большому счету, они как вам уходят, они как бы и так уходят. Немножечко есть... То есть вы легко расстаетесь в какой-то степени с деньгами, то есть... Не тяжело, скажем так. А? Не тяжело, скажем так. Нет, на какие-то нужно конкретно вы как бы расстаетесь. Сейчас, подожди секундочку, я общее расход сделаю на вашем номере. Итак, а пока ИНС его делает, я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что у нас вот такое сегодня шоу, открытое, прямое, лезвие смыслово-меча, и интересное, потому как все это в прямом эфире абсолютно... Немногие радиостанцы могут себе позволить расклад в прямом эфире, вот, но мы можем, потому как никоим образом мы не касаемся ни спонсоров у нас, мы не принимаем деньги, ни за какую рекламу, мы не трогаем политику, мы занимаемся только духовными делами, и, собственно говоря, этим, я так думаю, рады, уважаемые друзья, вас, без всяких реклам и прочих отвлечений от ситуации. И у нас сегодня в гостях ИНСа, замечательный экстрасенс, маг, целитель, и провидится. И так ИНСа, вам слово, что мы видим. Что хочу сказать, например, как бы вообще у вас, ну, как я и сказала, что вы довольно-таки очень удачливый человечек, и в какой-то степени маленький такой эвантюристик. То есть у вас вот легко очень могут даваться деньги любые какие-то аферы или какие-то любые вот именно, ну, как бы хитрости, если в каком-то отделе, то у вас это очень будет хорошо получаться. То есть вы очень рискованный человечек. То есть как бы вы, в принципе, тоже, вот именно если что-то захотите конкретно, задумываете, и если вдруг там есть какой-то риск дела, то есть другой он в то раз подумает, а вы, нет, вы, в принципе, ну, то есть как бы, как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанец. То есть вот вы из категории такой, как бы, получается. Что хочу сказать еще. Как бы по судьбе у вас, как бы, здесь два ребенка. Вова, в принципе, по жизни все довольно-таки нормально, но я вам хочу сказать, что проживете вы где-то 80 за 80-90. То есть вот 80-90 промежуток, то есть это, возможно, где-то 86. То есть как 80-90 промежуток. То есть от цифровых... Вы проверьте по хиромантии, вы себя проверьте на ручке. Вы, в принципе, посмотрите. Давайте мы с вами сверимся, как мастер-мастеру, скажем. Да, 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 да. Ну, у меня на руке 72 года. 72 на руке, да, вы считали полностью, да? Ну, то есть как бы у меня информация за 80, короче. Так, значит, что, мой хороший Владимир, могу вам сказать. У вас, возможно, может быть одна какая-то операция, но она довольно-таки сложная, чуть-чуть будет. Но это не сейчас. Она может быть это в дальнейшем. И это почему-то что-то связано будет с суставом. То есть у вас как-то почему-то ранимые суставы. То есть есть проблемы, вот именно как это самая ваша такая ранимая зона. Так. Так, значит, что еще хочу сказать. То есть это не сейчас, это будет... Я понял. В далеком. Знаешь, что мои суставы меня особенно так сильно не подводят? Сейчас не надо. Окей. Так, значит, это просто... Это на заметку вообще возьми, Владимир, потому что на самом деле это в далеком... Я буду относиться к этому серьезне, к суставам. Хорошо. Потому что звоночки есть, но это не так все плохо. Так, короче, дыши. Значит, что еще хочу сказать. У тебя еще может, возможно, Владимир, то есть как бы кроме твоего вот именно радиовещания, то есть телевидение, радиовещание, плюс еще тем, что ты зарабатываешь, как бы, на чем ты как бы имеешь деньги, тогда еще будет какой-то другой бизнес, и он будет связан, этот бизнес, вот именно с какой-то другой страной. Это, возможно, может быть, это будет или Россия, или, ну, твоя может быть родная страна. То есть такое тоже возможно. Потому что это тоже сейчас, не сейчас, это может быть в течение, там, пяти лет. Это тоже законно. Так. Так, Вова, значит, кроме сейчас, которое ты вот именно имеешь жилье какое, у тебя будет, ты приобретешь какой-то еще, как бы, возможно, дом. Еще один, господи. Все тексты, все налоги. Это все налоги, говорю, понимаете, в Америке их так. Дом купил, а потом ты, даже если ты его за наличные деньги купил, ты потом все равно еще налоги платишь за эти деньги. Вова, это будет очередная какая-то афера у тебя. Ну, это хорошо. Она хорошо закончится, вот в этом сутки. Хорошо, хорошо окончится. Ну, тогда хорошо. Нет, нормально выкрутишься. Нормально, это хорошо. Афера с приобретением дома – это неплохо. Что? Очередная афера с приобретением дома – это неплохо. Потому что, ну, как бы, мелкие аферы, они не нужны, а дом – это серьезно. Ну, что хочу, Вова, сказать. Довольно-таки у тебя, в принципе, судьба неплохая. Ты знаешь, что я, как, хочу сказать, ты, наверное, вот, как ничья на хорошем. То есть у тебя, ты выходишь всегда из воды сухим. Спасибо. Что ж, это как наблюдение. Или ты со своими алмогическими способностями себя очень сильно так, как бы, закатал. Потому что, на самом деле, у тебя все довольно-таки, Вова, неплохо. Если более еще что-то конкретно хочешь узнать, я тебе скажу. Ну, в принципе… Давай, Вова, я тебе посмотрю. Хорошо. В принципе, так вот. Спасибо. Вот это сказали карты. Вот. Что оно там будет, посмотрим. Вот, но, в любом случае, спасибо за предсказание. Вот, за долгую жизнь. Вот, это все очень интересно и позитивно. Ну, а теперь хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям о том, что это у нас в прямом эфире Инесса Алиева из города Героя Минска, предсказательница, провидица, ясновидящая. И человек, который знает, как влиять на ситуацию, когда-нибудь по-другой, уже, в принципе, за это не берется. Врачи так точно. Инесса, а вот вы еще уже лечите всевозможные болезни, правильно? Да, да, да. Не только болезни, но занимаясь и болезнями, занимаясь, как бы, чистками разными. А расскажите, пожалуйста, что такое разные чистки? Это что такое? Чистки? Ну, то есть, как бы, от различного негатива. То есть, это порча, слазы, проклятия, испугив. Понятно. Хорошо. Как еще мы можем использовать карты Ленорман? Вот, когда к вам приходят клиенты, что они у вас еще по поводу этих карт спрашивают? И как вы им еще пользуетесь? Например, сейчас? В диагностике. В диагностике. То есть, как бы, опять же, делаю, как бы, диагностику, вот именно через карты. То есть, здесь я, как бы, по-разному делаю диагностику. Могу, там, биолокационным методом, то есть, маятником или рамками, также картами, также, как бы, ну, естественно, через хрустальный шар. Ну, то есть, как бы, много. Но я, как бы, уже, как человек с таким стажем, у меня уже, как бы, карты такие родные стали, что я уже даже без них, наверное, не могу. Поэтому постоянно, то есть, как бы, диагностика и потом оно выявление какого-то негативного воздействия. Понятно. А вот хорошо. Еще, например, вот, если мы сейчас ведем не предсказания, а не гадания, а предсказания, вот, по новому бизнесу, вот, что они говорят? Вы сказали, что у меня, возможно, новый бизнес. И, если более развить эту тему, как... Давайте, вот, 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 вот. То есть, скажи нашим радиослушателям показать, как это, ну, как бы, в точечном ударе работает. Вот мы взяли ситуацию, да, вы увидели на предсказании, что есть у меня какой-то, вот, будет новый бизнес. Давайте рассмотрим эту ситуацию. Давайте. Как разовьется ваш бизнес, правильно, или нет, в дальнейшем? То есть, если верно. И да, и с чем это будет связано? Так. Что хочу сказать, Владимир. Бизнес, наверное, будет связан что-то с шоу-бизнесом. Потому что, то есть, как бы, какие-то или группы это связано, или что-то вот именно... Я вам просто карту покажу. Здесь связано вот именно, как... Что у нас там, покажите, на самом деле. Ага. Так, слушайте. Значит, здесь получается вот именно это связано что-то, это или какие-то группы. Возможно такое, что вы, может быть, или в другие страны, или куда-то, вы хотите, может быть, вывозить или группы, или... Ну, то есть, как бы, это ближе, скорее всего, просто эта сцена, это артистический сцена. Находится, да? Подождите, я вам вот покажу, чтобы просто-напросто знали. Подождите. Как бы, как бы, вот, грядущая... Так, вот. Вот раз, вот два, вот три. То есть, как бы, я не знаю, ситуация, возможно, может быть, или будет просто мало... То есть, как бы, поездка может не оправдаться, или может, возможно, такое, что... Ну, может быть, пройбор, но идея ваша идеальна. Только эту идею надо будет развить попозже. Тогда? То есть, только с вашей идеей, этот есть. Это через, желательно, через год. Через год. То есть, пока год никуда не ездить? Пока нет, 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 нет. И, в принципе, по большому счету, ну, то есть, как бы, если уже так сильно вы захотите, то тогда хотя бы вторая половина следующего года, чтобы... То есть, сейчас никуда не ехать? Пока нет. Угу. Ну, так у меня, у меня так сейчас никаких поездок не будет. Вы можете посмотреть даже, разложить. Если бы были поездки, я бы вам сказала. Да. У меня было. Смерти, поездок, смерти, нехороших новостей нет. Даже болезни нет. А? Даже болезни нет. Если бы была какая-то большая болезнь, мы бы получили карту моментально, то есть. Я получила бы, но я просто, я хочу сказать еще другое. То есть, как бы, если бы была сильная сложность, вот именно и обострение, там, твоих родственников, там, мамы, папы, ну, то есть, как бы, близких, каких-то далеких, каких-то, а? В этот год никто не умрет, нет никаких смертей, тоже нет ни одной карты, правильно? Нету, нету, нету. Слава Богу. И уже это хорошо. Короче, я понял ситуацию, можно так сказать, она связана с шоу-бизнесом. Скорее всего, как я увидел карты, это связано со мной, именно с моими выступлениями. Ну, то есть, тут есть определенное зерно правды, потому что я действительно занимаюсь шоу-бизнесом. Ну, я артист своей хорошей конкретной программой, и я сейчас как раз веду с многими известными артистами в Москве переговоры в своей концертно-гастрольной деятельности, это все верно. И у меня уже несколько раз гастроли срывались, но вот я пока не еду, я тоже чувствую, что... Владимир, вторая половина, если уже сильно-сильно будет пищом у вас кипеть, значит, вторая половина вот именно следующего года. Пока никуда не рыпачка. Я понял, спасибо. Ну, а теперь что-то вот нужно такое вот посмотреть, знаете, большое и конкретное. Например, вот я вам задам такой вопрос. Вот чем закончится конфликт, противостояние, хоть мы в политику не лезем, но это не политика в данном случае, а просто мне интересно, что нам скажут карты. Вы ведь сами не один щемак и предсказатель о себе ничего не придумают, он говорит то, что карты нет. Вот давайте посмотрим на ситуацию, чем закончится, например, ситуация Украина и Россия, вот этот такой конфликт. Чем все закончится? Что карты скажут? Ну, отойдем от меня и посмотрим на конкретную ситуацию, которая, собственно говоря, имеет место в нашем мире. То есть, опять же, я ее просто взял, потому что ее знают все, вот эту ситуацию политическую. Чем все закончится? Чем сердце успокоится? Чем все закончится положительно. Значит, примирение будет и будет, вот я даже вам покажу. Смотрите. Вот это первая карта. Так. Вот вторая карта. Хорошие новости начнется с России. Так. И вот третья карта, то есть будут переговоры. Да, верно. Так что, в принципе, все слава Богу. Да. Ну что ж, замечательно, это хорошие новости, Инесса. Что ж, великолепная получилась сегодня передача. То есть, вы действительно мастер своего дела, вы замечательно и блестяще продемонстрировали свои навыки. Что ж, многое из того, что они сейчас сказали, я раньше тоже видел, я немножечко владею картами. И хиромантии, и то, что мы сказали, в принципе, это не новость. Хотя вот с ребенком бы я поспорил, но опять же, это же не вы говорите, это карта. Ну а что будет дальше, поживем. С ребенок, а чужого. Можешь сказать? Ну что ж, поживем, увидим, знаете, судьба на такое дело. Ну опять же, вы не сказали, что будут другие какие-то браки, то есть вы сказали, что брак один. Не браки, нет, брак один. Да, заметим. Если ребенок, он будет небрачный, и женщина у вас будет просто тоже как гражданского брака типа. Окей, я понял. Ну, интересно, спорно, что жизнь рассудит, посмотрим, как оно что будет. Судьба делала такое, вот, как говорят... И вы очень влюбитесь в этого человека, поэтому у вас очень сильно довольны-таки будут даже сносить крышку вашу. Попробуем ее удержать. Ну что ж, Инесса, огромное спасибо за такие интересные предсказания. Спасибо огромное за передачу. Будем потихонечку заканчивать. Еще раз хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что с нами была Инесса Алиева, маг, предсказатель, человек, который гадает на различного рода картах. Вот, пожалуйста, у нее сейчас в руках руны. Карта Таро, но там у вас еще они и с руническими символами эти карты Таро. Конечно, да. Почему я сказал руны? Потому что я увидел руны, и сразу руна, а потом вот осекся, и да, это же карта Таро. Вот, которая владеет всевозможными магическими инструментами, и диагностики этими инструментами производит, и, как вы видите, и гадания, и доказания. Что ж, Инесс, огромное вам спасибо за эфир. Уважаемые радиослушатели, с вами была радиостанция Санкейс, передача Терра Инкогнито, и я, ваш покорный слуга, Владимир Вершанов. Огромное спасибо, до свидания, до новых встреч. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok